Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором вы всегда найдете видео, допустим, по поводу танка, который вышел на продажу. И в сегодняшнем видео мы будем с вами смотреть на М60, которого выставили на продажу в составе комплекта за 17,5 тысяч голды. Что я лично считаю очень приемлемым ценником для данного набора. И не только потому, что сам внешний вид, который идет в комплекте к этой машине, стоит отдельно 5,5 косарей. Ну, в таком случае получается, что десятку вы получаете за 12 тысяч. Возможно, вы не любитель внешних видов, но даже сам М60, по моему скромному мнению, стоит своих 17,5 тысяч, просто потому, что это хорошо сбалансированная годная десятка. Вполне себе приятные средние танки, и любители средних танков однозначно будут удовлетворены своей покупкой. Также стоит отметить, что открытое все оборудование вам поможет сэкономить порядка 3,5 миллионов серебра, что тоже довольно-таки немаленькая сумма в нашей игре. Ну и плюс к тому, вы получите 25х5 на данную машину, которая помогут вам существенно прокачать элитный опыт экипажа. В общем, в целом, все довольно круто и довольно классно. А плюс к тому, здесь еще есть вот такой вот приказик, и если вы победите в 25 боях на М60, то в награду получите себе целых 5 контейнеров, собери их все. Может быть, оттуда вам ничего не упадет, но в любом случае, если у вас есть еще где-то 2 завалявшихся талисмана от этих контейнеров, то получите 1000 золота обратно. А значит, набор получите уже за 16,5 тысяч голды, ну и плюс к тому 5 дней према. А победить 25 раз на данной машине, я не думаю, что он составит какого-то большого труда. В общем, в целом, данный набор считаю годным, приятным и достойным к рассмотрению. Что касается самого М60, ну это непревзойденная легенда рейтинговых боев, огромное количество игроков предпочитали играть на данной тачке. Опять-таки, повторюсь, те, кто любят играть именно на средних танках. Для среднего танка здесь действительно есть все необходимое для того, чтобы получать удовлетворение от времяпрепровождения в самой игре. Все благодаря тому, что машина хоть и не имеет какой-то существенной подвижности и, я бы сказал, неплохо-таки уступает другим конкурентам на уровне, имея скорость движения вперед всего лишь 52 км в час, имеет при этом скорость движения назад 20 км, что позволяет вовремя откатываться, ну и, соответственно, уходить на недолгую перезарядку. Почему недолгую? Потому что здесь, ребят, с учетом установленного оборудования на досылатель, вы имеете 6 секунд перезарядки. Это очень крутое время КД, с учетом того, что каждые 6 секунд вы выкидываете по 350 единиц урона с пробитием в 255, которых более чем достаточно для того, чтобы играть на своем 10 уровне. Ну а девятки для вас, в принципе, не являются какой-то непроходимой преградой, ну, за исключением нескольких крайне круто забронированных машин. Если прям совсем не хватает, есть кумулятивные на 300 мм пробития, и здесь на 50 единиц меньше альфы, но мне кажется, что лучше все-таки гарантированно нанести в районе 300, нежели пытаться выцеливать кого-то круто забронированного со своими 255 мм пробития. Короче говоря, в отношении сбалансированности орудия здесь действительно все очень круто. Время сведения 2,7, практически молниеносное, что касается разброса, он вполне себе годный 0,321 и позволяет спокойно выцеливать серые зоны даже на дальних расстояниях. Что касается ДПМ, то 3468, давайте огруглим до 3500, и я считаю, что этот ДПМ вполне себе реализуем на данной тачке, потому что она является довольно-таки живучей машиной, имея неплохое бронирование. Также стоит отметить, что с учетом качества бронирования башни, вы неплохо от этой башни отыгрывать можете за какими-то неровностями, имея угол склонения орудия вниз целых минус 10. Короче говоря, в отношении баланса здесь по машине действительно все очень годно, все очень классно, и я понимаю, почему достаточное количество игроков уделяли внимание именно М60-му, для того, чтобы играть на нем в рейтинговых боях, ну и, соответственно, подниматься в рейтинге. Что касается брони, о которой я говорил, как вы видите, броня здесь есть, она есть в башне, практически вся башня круто забронирована, и по щекам имеет прям, ну совсем крутые углы приведенки. Что касается корпуса, то по корпусу здесь, пускай не сильно много, 120 мм в прямой проекции, но с приведенкой 260, короче говоря, порой довольно-таки неплохо даже верхним бронелистом можно танкануть. Что касается нижнего бронелиста, то он имеет вот такую вот, ну как это правильно назвать, сборную солянку из листов брони, и где-то поменьше, где-то побольше, но в любом случае здесь что-то, да все-таки есть, и сказать, что это прям картон, нужно вряд ли повернется у кого-то язык. Ну а что касается комбашни, она настолько невелика, что в целом выцеливать ее не так уж и просто, особенно если вы опускаете орудие вниз из-за какой-то неровности при минус 10 склонении орудия, вот так вот как-то находитесь по отношению к своему сопернику, если у вас при этом спрятан нижний бронелист, верхний просто не досягаем ни для кого на любой голде, но что касается башни, как я говорил, здесь тоже все очень круто, о комбашня вообще не светится. В общем, в целом, очень классно и очень годно. Что это по сравнению с другими машинами на уровне? Но если мы посмотрим с вами на всю линейку десяток средних танков, за исключением тех ребят, у которых барабаны, то в целом вы видите, что вам тачка не выпячивается вперед прям по каким-то показателям, но при этом всем она находится в этой золотой середине. 3,5 тысячи единиц ДПМа может быть кому-то и уступают, но все-таки, ребят, давайте будем говорить откровенно. Играть с броней, которая действительно срабатывает при 3,5 тысячах ДПМа, гораздо интереснее, нежели кататься на, допустим, проходном леопарде, у которого практически 4 тысячи ДПМа, но ты попробуй это реализовать с учетом того, что шьют тебя все и в хвост и в гриву. Что касается пробития, как я говорил, 255 миллиметров, это классный показатель. Огромное количество машин имеют показатель по пробитию меньше, ну и только одна тачка имеет такое же пробитие, опять тот же самый леопард. Что говорит о том, что использовать вам ваши вот эти вот, господи, как они там правильно называются, калиброванные снаряды нет вообще никакого смысла. То есть вам и так пробития более чем достаточно, ну а что касается того, чтобы играть с досылателем, то самое то, потому что у вас в ваше время перезарядки это решающий фактор реализации данной тачки. Стоит отметить в отношении скорости, что это, наверное, один из самых унылых по передвижению средних танков, но особо вы этого не заметите. Вам просто необходимо к этому привыкнуть. И 52 километров в целом вам будет достаточно для того, чтобы передвигаться по карте и вовремя находиться там, где нужно. Да, вы не будете там первым, но вы там будете далеко не последним. Что касается доходности, если вы собирались купить себе десятку, которая будет фармить, это не про М60. Дело в том, что у него процент доходности составляет всего лишь 81%. Нормальный фарм это где-то на десятках в районе 140, как вы видите, да, 130-140, ну а что касается восьмерок, то там процент составляет 170-175, и это считается годными фармерами. Ну а здесь, как видите, 81, считайте в два раза меньше. Поэтому ради фарма данную машину покупать себе однозначно не стоит. Что касается процента по победам, то с учетом того, что машина пользуется популярностью, процент не сильно велик, но 53% я считаю вполне себе достойным процентом по количеству побед, с учетом того, что катаются на этой машине на сегодняшний день все, кому не лень. Как те, кто круто играет, так и те, кто играет крайне посредственно. Что касается меня лично, у меня есть на основном аккаунте данная машина. Я приобрел себе ее на аукционе, периодически выкатываю и выкатываю, в первую очередь тогда, когда мне необходимо выполнить какие-то боевые задачи, связанные с игрой на средних танках Соединенных Штатов. Вот тогда уж точно я достаю из ангара М-60 и еду в бои, потому что знаю, что смогу сделать там вполне себе нормальные результаты. Ну что, ребят, берем тачку и поехали попробуем на ней покататься. Ну что ж, ребят, поехали. Попытаемся чего-нибудь сделать на данной тачке и давайте сразу будем говорить о подвижности. В целом, вполне нормально. Нареканий особых не вызывает, для передвижения больше, чем достаточно. Пускай ты не летишь прям совсем голопом вперед, но тебе этого хватает для того, чтобы докатиться до определенной позиции, занять ее, ну и, соответственно, держаться там столько, сколько необходимо, особенно если рядом с тобой есть союзники, которые готовы тебе в этом помочь. Что касается точности орудия и в отношении стрельбы на дальних расстояниях, то, как я сказал, время сведения здесь просто шикарное. Точность у орудия присутствует и на дальних расстояниях вы можете выцеливать серые зоны у своих соперников. Да и в целом, с учетом того, что у вас 255 мм пробития, для вас это не будет какой-то существенной сложностью. Поехали. Дальше здесь, к сожалению, никого нет. Думал, поиграем от башенки, покажу, как башня танкует. Ну, ладно, просто поверьте мне на слово, что башня действительно танкует, и с этим у вас тоже проблем не будет возникать. Так, сейчас подкатимся. Единственное, что я так понимаю, что объекта 268-4, на которого я собрался открыть охоту, без меня здесь уже разобрали. Без полного сведения, как видите, абсолютно спокойно попадаю в серую зону танку, пробиваю. Все нормально, все окей. Повторим. Ну, класс, ребят, реально классно. Четко, туда, куда надо, без каких-либо проблем, выцеливаешь, пробиваешь, наносишь гарантированно урон, и в целом получаешь от этого удовольствие. Нижний бронелист тоже поддался, все окей. И все это, ребят, без полного сведения, без какого-то там прям совсем выцеливания. Нет, понятное дело, что так будет не всегда, а понятное дело, что будет периодически где-то какой-то косяк, который вас очень сильно удивит, как так получилось, что не смог попасть. Но это все больше вот эти вот подкруточки немножко от игры, которые сделаны для того, чтобы игроки не расстраивались, против которых подобные машины играют. Ну, то есть давать им тоже шанс, что-то там в бою сделать или успеть сделать. Ну, подольше пожить, что ли. Откатываюсь назад, потому что троих вот этих товарищей самостоятельно сдерживать у меня желания вообще никакого нет. Так. Божественно, просто божественно. Единственное, что меня смущает, что у меня сейчас команда сливается, и я так понимаю, что все мои вот эти вот результаты по настрелу, скорее всего, будут тщетными и не дадут нам все-таки победы. Каждый раз накидываешь более 350. Мне кажется, что это где-то уже попахивает имбой. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ну, а вот, пожалуйста, 460 танканул. Это уже, к слову, о уровне бронирования данной машины и о возможности танкования, ну и, соответственно, получения непробити. Ход назад, минус 20. Опять-таки, очень классно. Позволяет вот в таких вот игровых ситуациях откатываться назад для того, чтобы в кого-то попасть, либо чтобы не попали в тебя. Здесь не хватило, но не без того, ребят. Неужели слием? Ну, неужели слием? Так не хочется. Так хочется, чтобы здесь все-таки была победа. Но, боюсь, я один в четыре сейчас не вытяну однозначно. Ну да, добрали. Сделал все, что смог. К сожалению, поражение, ребят. Но я не могу сказать, что я как-то прям совсем плохо отыграл. Может, несколько ошибок, конечно, я и допустил. Но я не киберспортсмен, я не мега-супер игрок. Я обычный танкист, такой же, как и преобладающее большинство. Но при этом всем, ребят, давайте сейчас посмотрим на результаты того, что я конкретно сделал для того, чтобы моя команда все-таки одержала победу. Я сделал 3540 единиц урона. Я уничтожил одного соперника. Я получил несколько непробитий, которые позволили мне продержаться дольше в бою. Но вот что касается результатов моих по серебру, то это то, что я вам говорил, что порой в минус упасть придется. Но все-таки я от боя получил массу удовольствия и занял первое место в своей команде по результативности. Поэтому сказать, что бой был проигрышным, потому что я плохо сыграл или М60 плохо себя показывает, я не могу сказать однозначно. Суммируя все это и параллельно с тем, лайкуя наших как соперников, так и союзников, которые сделали максимум в этом бою, с полным уважением к своим соперникам, которые честно и справедливо одержали победу, сделали для этого все необходимое, я могу сказать следующее. М60 это не про фарм. М60 это про получение удовлетворения от игрового процесса. Если вы хотите получать это удовольствие и вам нравится играть на средних танках, то 17,5 тысяч это удовольствие стоит однозначно. Если бы у меня М60 не было, и если бы я его не купил в свое время на аукционе, то я бы однозначно сейчас за 17,5 тысяч брал себе данную машину. И да, не обращайте внимания на вот эти цифры, это пресс-аккаунт, и поэтому писать в комментариях по поводу того, что, ну конечно, имея 1 600 000 голды на счету, можно купить себе все, что угодно, то, ребят, на своих основных аккаунтах, на своем основном аккаунте и других своих аккаунтах, которые являются моими личными, у меня голды существенно меньше, и я знаю цену каждой золотой монете, потому что каждый день смотрю вам видеоролики, для того, чтобы ее собирать по 50 голды на каждом аккаунте. Поэтому ни в коем случае никогда не посоветую вам приобрести себе что-либо, что может, в принципе, в будущем вас расстроить. Просто понимаю, что такое копить голду и иметь желание купить что-то действительно годное. И М60, он действительно годный, он действительно интересный и действительно доставляющий удовольствие. Это не реклама, это мое честное мнение, и когда в игре появляются танки, ну или выходят на продажу танки, которые не достойны вашего внимания, и если вы не собираете голду лопатой где-нибудь в лесу прикопанную, то поверьте мне, я про эти танки честно говорю, что эти машины не стоит приобретать себе, если вы не мультимиллионер. А эта тачка действительно достойна вашего внимания. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова